На наш портал поступил следующий вопрос. Бог ли дает детей и вообще создает новых людей? Ведь если мужчина и женщина будут спать друг с другом, у них все равно в какой-то момент появится ребенок. Плюс все эти беременности любопытных подростков, плюс сейчас придумали ЭКО. Получается, люди сами решают, когда будет ребенок и новый человек, а не Бог. Просто в нужный людям момент они заставляют Бога создать ребенка. Это прекрасный вопрос, и для того, чтобы на него ответить, нам нужно обратиться, может быть, к несколько неочевидному тексту. Это, безусловно, первая глава книги «Бытия», но рассказывающая не о творении человека, а о творении вообще. Давайте сначала прочтем текст. Собственно, первая глава, первых два стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и дух Божий носился над водою». Вот в этом начале указана принципиально важная деталь того, как будет осуществляться все творение. Ну, во-первых, конечно, здесь очень такой любопытный момент относительно первотворения, то есть что Бог производит в начале. Когда мы обычно думаем о творении мира, нам представляется, что вот в некой темной пустоте вдруг начинает разворачиваться нечто, там появляется свет, потом, соответственно, появляется материя, начинает течь время и далее, далее. Но что Бог творит изначально? Относительно того, что такое небо и земля, существует огромное количество предположений экзегетов и богословов, но как это выглядит безвидно и пуста, и тьма над бездну? А давайте теперь устроим маленький мыслительный эксперимент. Представьте себе, как выглядит тьма. Теперь представьте себе, как выглядит бездна. То есть в начале Бог творит ничего и ничего. И до момента, пока Бог этого не создал, не было ни одного ничего, ни другого. То есть даже то, что мы мыслим как пустота и отсутствие, это уже нечто, появляющееся в акте творения Бога. Но как эта пустота и отсутствие в итоге становятся чем-то? Как в них появляется что-то, о чем можно сказать «это», потому что ни про тьму, ни про бездну, ничего конкретного сказать вообще невозможно. «Дух Божий носился над водою». Первотворение описывается как некая субстанция, как некое наличествующее, но не оформленное никак, не выглядящее никак. И здесь «вода» – очень абстрактный термин. Глагол, который используется в тексте и переведен как «носился» – это крайне редкое выражение. Второй раз мы видим его только в книге «Второзаконие», когда говорится о том, что как орлица аккуратно парит над гнездом, оберегая своих птенцов, вот так же Бог внимателен к Израилю. Если не ошибаюсь, глагол звучит как «мерхефет». И дух таким образом не хаотично носится, а аккуратно присутствует, как бы вынашивает нечто внутри этого первотворения, наполняет его своей, мы могли бы так примитивно выразиться, теплотою и присутствием, которые потом откликнутся на Слово Божие. Где мы это видим? Пример с 11 стиха. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, ну и далее, далее». Мы видим, что те силы, те потенции, которые вкладывает Дух Божий вот в эту темную, неоформленную, хаотическую материю, срабатывают на определенном моменте. Когда Бог взывает к ним, они отзываются. Вот это посеянное семя Духа Божия всходит. Понятно, земля не может произвести сама по себе, но, имея в себе вот эту силу от Духа преподанную, производит. К нашему вопросу возвращаясь, мы можем сказать, что с рождением человека происходит то же самое. В каждый конкретный момент времени появляется каждый новый, конкретный, уникальный человек. Его не было до момента зачатия. И более того, он теперь никуда не денется из истории мира. Мы помним, что смерть для него только один из этапов. Потом он вечно продолжит свое бытие в теле воскресшем. То есть было время, когда его не было, но более не будет времени, когда этого человека не будет. Мы наблюдаем рождение бессмертных в конечном итоге. Но это не каждый раз новый, уникальный творческий акт Бога. Как Бог сообщил материи, силы и возможности откликнуться на его призыв, так это происходит в любой материи, в том числе в нас с вами, как в живых людях. Нам от Бога преподана эта сила и эта благодать. Соответственно, мы ей в рамках своей жизни и пользуемся. И как в любых других видах и формах нашей жизни мы можем пользоваться дарами Божьими на пользу или во вред, правильно или неправильно, вот точно так же и с рождением детей. Дети могут рождаться и в благословенных Богом в венчанных союзах. Могут рождаться от того, что мы считаем случайной связью. Но, кроме всего прочего, несмотря на то, что мы думаем по поводу того или иного образа зачатия, оценивая его положительно или негативно, мы имеем в виду, что Бог – творец жизни. И всякая жизнь, которая входит в бытие, есть проявление благости Божьей и любви Творца, реализованная в этом мире. Поэтому на самом деле для нас есть оценочная разница в этих вопросах, а для Бога ее нет. Он приветствует любого человека, пришедшего в мир. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok